Библейский портал exeget.ru представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги, послания апостола Иакова на библейском интернет-портале exeget.ru И сегодня мы с вами рассмотрим третью главу. Братья мои, немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергаемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как не сильны ветрами, носятся. Небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь. Прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело. И воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей, присмыкающихся морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнил смертоносного яда. Им благословляем Бога Отца. И им проклинаем человеков, сотворенным по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему быть так. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лазла смоквы. Так и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Очень важные двенадцать стихов, первые двенадцать стихов этой главы, смотрите, с чего начинает апостол из семидесяти Иаков, брат Господень, свое наставление. Первое то, что он делает, как в выступлении, говорит о том, не все делайтесь учителями, потому что мы подвергаемся большему осуждению. В этом смысле апостол Иаков предупреждает всех людей, кто стремится к тому, чтобы учить. Предупреждает, что от слов своих, как сказано, оправдаешься и от слов своих осудишься. Между прочим, первое мытарство, которое будет из сорока мытарства, из двадцати мытарств после того, когда душа человека отделяется от тела, первое из них — это как раз празднословие, страсть. Мы часто не замечаем, как произносим некоторые слова, а надо сказать, что люди не знают нашего внутреннего мира и судят у нас по нашим словам. Подаем ли мы соблазн людям или какое-либо преткновение, все это людьми воспринимается именно от наших слов, от нашего языка. Поэтому апостол предупреждает, не все делайтесь учителями. Как сказано, кому много дано, с того много и спросится. И далее смотрите, к какому он приходит рассуждению и чем завершает эти первые двенадцать глав. Он говорит, не может из одного источника течь горькая и сладкая вода. Здесь он как бы предупреждает и тем, чем будет закончено вообще это послание пятой главы, что там будет сказано, если брат какой впал в заблуждение, кто обратит его, а тот покроет множество грехов. То есть здесь апостол Иаков как бы предваряет дальнейшую свою мысль, которая раскроет в самом окончании этого послания, что есть люди, которые учат и неправо. То есть он говорит, может ли из одного источника течь горькая и сладкая вода? Может ли смоковница приносить плоды добрые и плоды худые? Как есть очень хорошая пословица, от осинки не родятся апельсинки. И действительно, если человек по природе, по своему состоянию духа, он учитель и благословляет, то если в какое-то время он отступает от веры и начинает искажать основу православного исповедания, то такой человек, как дальше об этом скажет апостол Иаков, неблагонадежен. И апостол Павел об этом пишет, неблагонадежен человек с двоящимися мыслями для царствия Христового. То есть не можем и благословлять, и проклинать. И вот апостол здесь предупреждает и с другой стороны, говорит о том, что надо воздерживать свой язык, прежде чем говорить, необходимо думать. А некоторые люди, кстати, в заслугу опять же ставят себе такое пословице, мол, я все, что думаю, то и говорю. Хочется сказать, очень плохо. Необходимо, потому что мысли может всеивать и лукавый, и разные гневливости, и какие-то страстные рассуждения, и ереси. Поэтому необходимо сначала обдумывать, что сказать. Как сказано, не говори всегда, что знаешь, или не говори всегда, что думаешь. Ну, думай то, о чем говорить. И это действительно так. Итак, вот что по этому поводу пишет свидетель Кирилл Александрийский. Цитата. «Явным доказательством здравого ума и совершенной души служит отсутствие в речи пустых слов. Вернее, воздержание при любых обстоятельствах от чрезмерной болтливости. Скорее следует вести речь в полную достоинство, уметь прославлять и хвалить. Самое подобающее приобретение для избравших благую жизнь — способность изрекать мудрость. Ибо для святых является позорным говорить глупое. Им совершенно неестественно благурство, вернее, как он уточняет, сквернословие, которое, как говорит премудрый Павел, неприлично для вас». Ефесиным, пятая глава, четвертый стих. Конец цитаты. Итак, здесь сравнивается и с кораблем. Действительно, вот бедодостопочтенный говорит, что куда язык и корабль управляются парусами. Да. И конь, который действительно сильный по своей природе, он управляется уделами, то есть совсем небольшим инструментом, куда ему скакать, как ему делать какие упражнения. Это целая наука, я вам скажу правильно, управлять конем. Мы знаем, что есть целый такой конный спорт, где действительно люди показывают чудеса искусства. И кажется, как это возможно. И вот когда, если мы это видим, нужно помнить о своем языке точно так же. Если мы искусно научимся обуздывать свой язык, а прежде лучше сказать свою мысль, которая потом превращается в языковую форму нашего выражения мысли, то тогда, как пишет здесь свидетель Кирилл, мы ставим с вами тоже искусными, и будет прилично нам всякое слово, обдуманное, нежели прежде сказанное. Бездостопочтенный продолжает и говорит по этому поводу. Большие корабли в море — это души людей, как добрые, так и злые, а грозящие им сильные ветра — желание душ, естественным образом побуждающие их к действию, через которое они достигают доброй либо порочной цели. Управляющие же кораблями, по своему желанию кормчий — это намерение сердца, которым избранные, преодолев волнующееся море этой жизни, счастливо достигают гавани небесной Родины. Конец цитаты. Язык действительно пронзает душу, как об этом пишет блаженный Ироним Стридонский. «Меч пронзает тело, но не душу, душу пронзает язык». То есть, если мы кому-то говорим что-то, то своим языком мы касаемся человеческой души. То есть, своими словами мы касаемся ума, чувства и воли, человеку, к которому обращена наша речь. «Языку недоступна середина», — пишет. «Либо великое зло, либо великое добро». «Великое добро — исповедовать Христа Богом». «Великое зло — отказаться от Христа, как от Бога». «Поэтому пусть не думает никто и не говорит, я великих грехов не совершил, если и грешил, то грешил языком». То есть, больше грех, чем богохульство. «Почему пал дьявол? Он воровал». «Дьявол воровал?» — спрашивает блаженный Ироним. «Почему пал дьявол?» — он воровал, он убивал, прелюбодействовал. Все это страшные грехи. «Но дьявол пал не за них, не из-за них, ибо подвел его что?» «Язык». Что он сказал? «Взойду на небо выше звезд Божьих». Помните пророка Исаия? «Вознесу престол мой, буду подобен Всевышнему». Пророк Исаия, 14 глава, 13-14 стих, конец цитаты. Так мы видим, что блаженный Ироним предупреждает, что дьявол не прелюбодействовал, не воровал, не совершал никакого греха, не убивал, а чем согрешил? Он языком и надменностью, и своей гордостью. Из-за этого и пал. Язык действительно, он как добро, так и зло. Как говорит апостол дальше, можно им и благословлять, и можно проклинать. И вот преподобный Исидор Пилосиот пишет по этому поводу о воспалении круги жизни. Третья глава, шестой стих, как и сказано, «Язык огонь, прекрас и неправды, язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляемым от гиены». Вот Исидор Пилосиот пишет святой об этом. Цитата. «Время есть нечто круговидное. Семикратно обратившийся день делается неделей. Неделя же составляет месяц, месяца составляет год, и время опять возвращается к тем же знакам. Посему Писание назвало его в одном месте венцом лета, а в другом — кругом жизни, рождения, потому что у круга венца и колеса вид один и тот же». То есть все возвращается как бы в этой жизни на круги своя. И далее говорится о подлинной мудрости в 14 стихе. «Но если в нашем сердце мы имеем горскую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, — говорит апостол, — душевная, бесовская». 15 стих. «Это не мудрость, нисходящая свыше, ибо где зависть и сварливость, там не устройство, и все худовое». Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Святитель Иоанн Златоуст призывает нас следующими словами. Он пишет, цитата, «Очистим душевные уши от нечистоты, как грязь и пыль в отношении телесных ушей, так житейские, нескромные разговоры, расчеты прибыли и роста больше всякой грязи затрудняют слух разумения. И не только затрудняют, но делают его и нечистым». Конец цитаты. И далее можно также найти интересное рассуждение у беды достопочтенного. Он говорит, «Сердце подобно корню, содержащему в себе все плоды, происходящих из него действий. Если кто в пренебрежении, сердце действует из ревности или раздора, то его добрые дела, сколь праведными они бы не выглядели в глазах человеческих, непостоянны и переменчивы, поскольку не основываются на едином небесном якоре». Конец цитаты. То есть мы видим, что беды достопочтенный так и пишет, так и говорит, что «всякие дела, которые делает человек, но сердце свое не очищает через покаяние, они не что иное, как в другом месте будет исказана мерзость перед Богом». Потому что все эти дела добрые, они вредят самому человеку. Чем они становятся? Лицемерием. Что такое лицемерие? Это духовная шизофрения. Когда человек делает одно, то есть хочет показаться людям, дабы ищет в себе почести и всякие воздаяния, почеславию, а в сердце у него совсем другое. Он преследует свои какие-то корыстные цели. Такое состояние человека губит самого человека. Но его губят для вечности. Здесь ему рукоплескают, там будет другой треск, там он будет беса руку сплескать, когда он будет снисходить в ад. Поэтому можно и добрым делом себя погубить в этой жизни. Это мудрость, о которой апостол Лако говорит, она душевная, бесовская. Знаем же и помним, что люди делятся на три категории. Ну, приблизительно так, что ли, если можно об этом так говорить. Каждый человек — личность, конечно же. Но, тем не менее, духовные, душевные и плотские. Плотской человек, который хочет, чтобы всем, хоть после нас, хоть потоп, пусть они все помрут хоть завтра. А вот мне было хорошо. Такое сатанинское отношение к людям. А душевные люди — это те, которые хотят, чтобы и им было хорошо, и другим. По принципу моя хат с края, я ничего не знаю. Но от такой мудрости апостол говорит, что она бесовская, душевная. То есть она лицемерная. Человек старается подлаяться под всех и старается всем угодить, но не Богу. И становится такое название человека — человек угодник. Все страсти из человека каких-то рассказывают. Ну, что, да, так все живут. И вот таких людей большинство. А духовные люди — это другие. Это те, которые хотят, что мне лишь бы как-нибудь там с краешку, лишь бы другим было хорошо. Это жертвенная любовь. Это Христова мудрость, которая умудряет здесь человека и вводит его в небесные обители. Итак, мудрость благодати, действительно, как пишет Блаженный Августин, цитата. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». И Блаженный Августин пишет. «Это мудрость, которая укращает язык, не сходит свыше, а не произрастающая из человеческого сердца. И разве кто-нибудь вследствие непомерной гордыни осмелится отделить ее от благодати Божией и связать ее с властью человека?» Конец цитаты. Почему не от сердца? Потому что сказано «блаженный чистый сердцем». Как люди сегодня говорят, надо все говорить от сердца, не украшенства разума. Это неправда. Христос говорит, именно из сердца сходят любодеяния, пребодеяния, клевета, ложь и прочие грехи. Они оскверняют человека. Почему так? Потому что человек с неочищенным сердцем не может говорить от чистого сердца. Да. А как очищается сердце человека? Преподобный Серафим Саровский об этом пишет. В беседе с Маталвиловым говорит об этом так. Надо умом в сердце стоять. Ум через божественное откровение, если он питается ум божественным откровением, святоотеческим преданием, подкрепляет свою стойкость во Христе и в Боге, в служении людям и Богу, таинствами церкви, то тогда такой ум способен научить и сердце, и очистить его. Как сказано, чувства ваши должны быть навыком научены. Да. Навыком научены. Это важно. Итак, мы видим, что апостол Аков 18 стихом так и завершает это послание, говорит, «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Какой мир? Тот, о котором говорит Христос. Мир даю вам, не так, как дает этот мир. Что является основой, основой, духовной основой мира Божьего внутри человека? Смирение. Смирение. Это основа. Основа, любовь к Богу и любовь к ближнему. Мир, говорит, даю вам, не как дает этот мир. Так я даю вам. Вот о чем сегодняшнее очень важное послание апостола Иакова, которое напоминает нам о самом главном, о сдерживании своих эмоций, своего языка, дабы сохранить себя в этой жизни и войти в жизнь вечную. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!